Космодром Восточный КОФУ провел творческий вечер для студентов и преподавателей, на котором стихотворение собственного сочинения читал Железнов Борис Леонидович. Железнов Борис Леонидович – профессор, доктор юридических наук, академик Российской академии наук, заслуженный юрист Республики Татарстан, заслуженный профессор Казанского университета. В майские праздники в Казани работа муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах, общего пользования местного значения будет осуществляться в бесплатном режиме. В Елабужском институте КФУ второй месяц проходят занятия по подготовке проводников пассажирского вагона. Более 80 студентов вуза собираются работать летом проводниками на российских железных дорогах. Зарплата зависит от выработанных часов. Студент за месяц может получить зарплату более 20 тысяч рублей. Фестиваль болельщиков ФИФА во время Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет на площади перед центром семьи Казан. Вместимость площадки составляет 30 тысяч человек. Казань готовится к празднованию Дня Победы. Будут организованы праздники в микрорайонах, школах, на предприятиях, парках и скверах. Основные действия 9 мая пройдут на площади Свободы в Парке Победы и возле стадиона Казань-Арена. Ждут казанцев и на торжественной акции «Бессмертный полк». Общий сбор назначен в 14.00 перед НКЦ «Казань». Маршрут пройдет до площади 1 мая. В центре бадминтона в Казани пройдет турнир по бадминтону на Кубок мэра города. Соревнования проводятся второй год. В этом сезоне командам из Казани присоединились представители сильнейших районов республики. 30 апреля накануне праздника Пасхи в казанских храмах соберут подписи за запрет абортов. Сбор подписи пройдет по благословению митрополита казанского и татарстанского феофана во время освящения пасхальных куличей и яиц. Подведены предварительные итоги досрочного периода единого государственного экзамена 2016 года в республике Татарстан. Досрочный период ЕГЭ в республике в этом году прошел без сбоев. В досрочный период ЕГЭ сдавали 339 татарстанцев из 19 муниципальных образований республики. Продолжение следует...